Давай, давай лапку Давай, давай лапку Ты хочешь кушать? Ну, я же тебе хлеб ужик давал Посмотри, белый хлеб А ну Тебе нравится, да? А вот Холодец наш, а? Вот так вот А ну, пробуй Давай, давай Ой, ты мой молодец Ой, ты мой молодец, хороший Все, теперь жди Сиди, я буду кушать Так, ребята Вот холодец супружница приготовила Картошечку намяла Капусточку я мял Вот булочки приготовила доченька И Чарли ждет Но я вам вот что хочу показать Слушайте внимательно Есть У них есть, да Он очевидно ориентирован на Россию Это четко совершенно видно Про рынки И, собственно, то преимущество, которое получал Казахстан Чарли Но Сыт Ассоциации Сыт Ну, собственно, вот Жди Евразес Жди Они сейчас, соответственно Жди Перехватят А к слову сказать Это была вообще смешная история Я же Неоднократно В дискуссиях Русский капитал Нас тут Далит У Казахстана В взаимоотношениях с Россией Было очевидное совершенно Преимущество Потому что Рынок Казахстана для России Очень маленький А рынок России для Казахстана Очень большой И по этой причине Все как бы Получали от этого совершенно Колоссальное преимущество Но Это преимущество было Неконцентрированным То есть Его получал Малый бизнес Средний бизнес Вот А как бы Верхняя часть Административная Она его не видела Она видела Другое И, соответственно В результате Ну, а в пропаганде Мы тоже знаем Как это все Происходит Так что Единственное Что я могу Посоветовать Сегодняшнюю Казахстану Это Максимально Летво Объяснять Населению Что в реальности Происходит И, кстати Ожидать чего-то хорошего От американцев Англичан Посмотрите Что они сделали С С Израилем И с Газой Там будет Сейчас очень плохо Но в Газе Уже плохо А в Израиле Будет плохо Михаил Леонидович Ну Есть же Грохнет Здесь В Казахстане Так Гжахнет Но есть же Люди Которым вроде как Не все равно Добрать Стоп Я имею ввиду Туран Что это на него Надеется Жди Ну во-первых Это вопрос Который я Еще когда Сы Сы Думасимова Предыдущий Рокладитель Жди Слушайте Ребенки Слушайте Попросил нас Андреем Девятовым Прочитать его Так сказать Молодым Перспективным кадром Цикл Лекций Об экономике О геополитике Это какой год Я не помню 2008 2009 Вот Не помню Ну примерно И вот значит И вот значит Там Я им что-то рассказываю Они мне говорят Вы знаете Михаил Ильич Ну вот я не понимаю Мы не понимаем Как общаться С этими западниками Потому что Они нас Они в нас Людей не видят Слушайте внимательно Ну просто вот Мы дикари То есть они Не снисходят До бесед До дискуссий Они только указания Белый сахип Пойди туда Вот-вот-вот Белый сахип Я им на это говорю Ребята Все очень просто Вы делаете Генетический анализ И показываете Что вы лично Потом Макченгискам И все И если Кто такой Чингисхан Они знают Тут значит Какой-то молодой Говорит А вдруг так получится Что я не потомок Чингисхана И тут значит Его более старший товарищ Хлопнул в плече И сказал Не боись Будешь Вот И они сразу же Поняли Логику Вот из-за Феодальная Это логика Это не логика Феодальная Это логика Биологическая Человек Это стадное животное Обезьянка Собачка В стадии Выстраиваются Пирамиды Теория власти Властные группировки Есть два варианта Либо у вас есть Своя властная группировка Либо вы Просите Взять вас В их Группировку Если вы Просите То во-первых Вы должны за это платить А во-вторых Нет никакой гарантии А если у вас есть Своя группировка Это совсем другое дело Понимаете Вот как это Как в Маугле Не надо быть Бандерлогом Потому что Иначе Придет Као И скажет Слышите ли вы Меня бандерлоги Видите ли вы Меня бандерлоги Вот надо Ну пускай Пускай маленький Као Он же растет Надо быть таким Вот као Надо иметь свою Властную группировку Строить ее И относиться К самому себе С уважением Если вы К самому себе С уважением Не относитесь Можно любить чеченцев Можно не любить чеченцев Но они За свое Право Быть Самостоятельной фигурой На своей земле Готовы были Умереть Понимаете И сегодня Вот мы сегодня Видим Да Что то место Которое они Получили Большой России Это вполне Достойное место Вполне Кляжеское Абсолютно Абсолютно Ну так и чего А дальше Соответственно Возникает Только один вопрос Кто и Кто и Кто Понимаете Тут есть Целая куча Тонкостей Связанных С кровью Почему я говорил Про Чингисхана Слушайте Внимательно Откуда я составил Существует на эту тему Много Легенд Одна из них Причем такая Достаточно Правдоподобная Глазит Что он сын Пожевальского Незаконный А Пожевальский Это не просто Генерал-майор Генерального штаба Пожевальский Это незаконный Сын И это Точно Александра Второго Дальше Объясню Вот так Ребят Дальше Не надо Объяснять Объяснить Все-таки Туран Если вы Потомки Чингисхана Поведите Себя Соответственно Вот Сейчас Много Разных Историй Да Есть Про Русскую Историю А я А я вам напоминаю Что когда речь шла о выборе хана На Курултаре То Бату хан Который был собственно Наследником улуса Джучи Туда не поехал Потому что он понимал Что его там убьют Отравят И послал он туда Александра Невского Почему Ну как бы Они Обратались А в степи Эта операция Да Братания Она была Сильно Кровной Связи То есть Иными словами Александр Невский Туда ехал Как представитель Дома Джучи Вот это Принципиально Важная вещь Надо Объединяться А не Разъединяться Вот так Творят Ребятки И вся суть А где тут Мест